Так много людей, это очень важное событие, которое проходит сейчас на регулярной основе, каждый год, в дни Крыма, в республике Армения, в Сочи, в столице, в республикации. И действительно, эти дни, они очень важны, очень важны в плане, во-первых, того, чтобы в Армении о Крыме знали больше и знали правду, чтобы в Армении не забывали, что Крым – это один из регионов, где связь между российским и армянским народом проявляется наиболее ярко, поскольку история Крыма. Сегодняшний день неразрывно связан с жизнью, с деятельностью армянской диаспоры. И очень важно, чтобы граждане Армении, экономические операторы, туроператоры, все те, кто работает непосредственно в сфере укрепления наших двусторонних отношений, очень хорошо себе представляли, какие возможности открывает сегодня Крым для бизнеса, для культурного, духовного развития нашего. И надо сказать, что за последние годы, за тех годы, которые Крым находится в составе Российской Федерации, эти возможности значительно увеличились. Потенциал Крыма очень большой. Вот мне вчера члены Крымской делегации много интересного рассказали о том, что делается, какие инвестиционные проекты осуществляются в Крыме, насколько там много интересных, познавательных мест. Ну и, естественно, в дополнение ко всему, все это в дополнение к прекрасной природе и прекрасным гостеприимным людям. Я очень надеюсь, что вот такого рода мероприятия, как на Крымах, те встречи, которые были, делегация Крыма с представителями деловых, общественных, культурных кругов Армении, они действительно приведут к новым проектам, к новым связям и будут способствовать тому, что Армения действительно станет одной из тех стран, которые будут развивать сотрудничество с республикой Крым, тем более для этого действуют, как я уже сказал, все предпосылки. Конечно, не всем это нравится в мире, мы это знаем, что приходится здесь преодолевать политическое сопротивление достаточно влиятельно, очень влиятельно в кругов современного мира, но все-таки я уверен, что жизнь, что правду, справедливость там не возобладают. И вот то, что сюда приезжает делегация, которая рассказывает правду о Крыме, о ситуации, которая сейчас есть в Крыму, о жизни полуострова, это как раз то, что способствует действительно тому, чтобы правда про Крым, правда про Крым и Россию, она восторжествовала. Мы убеждены, что так оно и будет. Еще раз спасибо вам за то, что вы сюда пришли, за то, что вам интересно, что происходит в Крыму, какие там живут люди, какие там артисты, насколько я пеленую, это замечательный концерт сейчас. И милости просим, Крым открыт, Крым гостеприимен, и Крыму есть, что вам показать или чем с вами делиться. Еще раз спасибо вам. Сергей Павлович, я в свою очередь хочу вас от имени крымской делегации всех крымчан, кто сегодня находится здесь, в Армении, на днях Крыма, в Армении, искренне поблагодарить за постоянную поддержку посольства. У нас есть те истины, истины не только о сегодняшнем Крыме, а истины, которые свидетельствуют о том, что Крым это сакральное место для русского мира, а Крым и Армения это две ключевые точки для восточно-христианской цивилизации. Мы это в полной мере чувствовали, чувствуем, и сегодня в эти дни почувствовали вновь. Я хочу поблагодарить Дом Москвы за его гостеприимство. Мы действительно очень дорожим этим особым местом в Ереване и в Армении в целом, который может сплотить цвет армянской интеллигенции, науки, культуры. И каждый раз мы убеждаемся в том, насколько сильны те истоки притяжения, которые существуют между нашими народами. Я вас всех, дорогие друзья, искренне благодарю за ваше участие и, как звучало и со сцены, мы сильны, когда мы вместе.